I have ways of blowing things off Я болел Ну, как бы сейчас вроде как все нормально Опять же, со стороны голоса судить вам Итак, я немножко поработал Заработал денежек Сколько там часов нам надо Для того, чтобы выучить книжку Я не помню Давайте сейчас просто пойдем домой Я так понимаю, что мы сейчас придем домой Мы можем сразу же позвонить и сдать нашего босса-шефа Но я хочу все-таки выучить книжку Просканировать его терминал Найти там что-то, возможно, интересное Еще один сейф Redgrave Знаете, в чем прикол? У меня такие сомнения У нас осталось два сейфа Один я точно знаю Мне просто интересно, они взаимозаменяемы или нет Вот как это работает Потому что сейф в кабинете девушки И мы упустили сто процентов У нас осталось два кода к Хеймделю Ну, два источника информации И, собственно, кодов еще пять надо Джеймс был прекрасным человеком Он был таким надежным и сильным Что рядом с ним ты сам становился уверенным в себе Мне очень жаль, что мы с ним уже не столь близки, друзья, как раньше Наверное, это мое недоверие распространяется на всех Казалось бы, он не давал повода Но моя вина преследования Умудряется находить подозрительные детали везде В каждой ничего не значащей фразе Или в изучающем взгляде Джеймс имеется в виду Мы проканим его сейчас? Говорит, если у вас паранойя Это еще не означает, что за вами не следят И мне кажется, что за искренним желанием Джеймса помочь За его праведным стремлением прижать к ногтю Ближний круг стоит что-то еще Точнее, кто-то Кто-то из начальства ОВР копает под ближний круг Как бы я не хотел призвать всех своих коллег к ответу Наличие черной фигуры на шахматной яске меня пугает А потому Джеймсу я не доверяю Джеймсу я тоже Мы сейчас все-таки про Каннингема, я надеюсь, говорили Да, если про него, то я ему тоже не до конца доверяю Раз уж на то пошло Да, вот он Ну, расследует смерть отца Устроил меня на работу друг моего отца Вдруг, ну, относительно Пойдемте сейчас домой Попробуем на следующий день предпринять еще одну дикую попытку Найти все-таки все коды к Хемделю Потому что, я так понимаю, без них у меня не будет хорошей концовки Или вообще не будет концовки Я не знаю, как это работает Я первый раз, говорю, играю, поэтому Посмотрим, как это все будет выглядеть Очень хочется О, блин, чувак, ты тут Я надеялся, что будет что-то еще перед тем, как я его сдам А, все сработало Горацию, я не ожидал вас снова увидеть Вы же говорили, что количество прыжков ограничено У меня сейчас нет ограничений, Эван Но к делу Мы недавно вскрыли один архив Там было много денег твоей эпохи Можно было бы пустить их на опыты Но я подумал, что это будет достойная награда для такого, как ты Такого, как я? Ну да, это ведь просто выполнял мои приказы Послать к черту А что мне его к черту-то посылать? Взять деньги Давай сюда свои деньги Не ожидал Но не отказываться же Правильный подход Когда еще выпадет честь получить деньги из рук самого светлого ума Из самого светлого ума отдельного Отдаленного будущего Ну, вообще-то, это просто деньги Ну, вообще-то, я и не ждал, что ты оценишь момент Ты никогда не показал особой сообразительности Давайте к делу В общем, держи Не знаю, видимся ли мы снова или нет Скорее всего, нет Не хочу возвращаться сюда Но если ты встречаешь меня на улице, не подходи ко мне, ладно? Почему? Просто не хочу Все, пока А зачем много денег? Тысячу мне дал, прикиньте Ну, тысяча, да, это много, но Я бы не сказал, что много Так, оплата лампочек для подъезда Выбрать все Давайте платим Итак По телевизору я смотреть ничего не буду, скорее всего Я не знаю, что там у нас с третьим товарищем на работе по квесту Потому что с одной была фишка с переводами Со вторым были фишки с путешествием во времени А с третьим Может мне с ним сначала подружиться на одной Я не хочу смотреть телик, серьезно Прям достало Так Дочитано Отлично Экзодус мы можем Навык терминал А Мне еще семь часов Я сейчас посмотрю, что можно сделать на улице И можно ли вообще что-то сделать на улице Кехлеру можно пойти Давайте сходим У нас есть час Какая разница Правда, не знаю, что мы у него можем купить Только виски Все Пойти домой значит Я так понимаю, что линейка с умником у нас закончена Могу ли я его теперь со спокойной совестью Точно больше учить ничего не надо У нас все-таки шесть часов есть Теперь мы можем хорошо выспаться Прочитано Прочитано Офигеть, сколько всего мы начитали, да? Новый навык скидки на аренду Шилья Десять часов начитано Да Получается, это у нас Горацио Ньюпорт Пойдем сейчас посмотрим, что у него творится на работе Также я хочу, наверное Пойти Меня что-то мучает На первом этаже Девушка Вот эта тумбочка, которая продает пирожки Я у нее, по-моему, ни разу в тележке не лазил Каждый раз я подходил Там четыре часа я ужасался и шел дальше Хочу полазить там Потом, возможно, я сейчас возьму запрещенку И начну подставлять своих коллег Хотя надо ли оно мне? Работать я сегодня точно прям не буду Так Вакцина для клонов Средство из будущего для настоящего Оно у меня осталось, кстати И это не запрещенку Вайнберг вызывает Не думаю, что стоит заставлять его ждать Что же ты творишь, негодяя? Как ты догадался до такого? О чем он говорит, товарищ? О том, что ты внес изменения в прошивку и подменил вакцину, которую мы вводили клоном Что, молчишь, не думал, что я знаю От меня не скроешь Все, конец тебе, Редгарх Кто приказал строить диверсию? Он не приказывал, попросил Его зовут Горацио Ньюпорт Он прилетел из будущего, чтобы предотвратить глобальную катастрофу Это что, пьяный? Какое будущее? Какая катастрофа? Те использовали для диверсии Подставили под удар и слили, как только запахло жареным Вы так думаете? Подкупиться! Нет, ты все-таки ферический идиот Я готов предложить все силы, все старания и все умения, чтобы исправить шипку Я... Нет, к этим делаю я тебе больше на выстрелы не подпущу Что же не теперь делать? Ступай, пока работа, я сам разберусь с твоими подвигами О, а что это такое? А вот Ньюпорта я переведу вместо получше этого С толстыми стенками и подальше от любопытных глаз Мы от Ньюпорта избавились таким образом Это вот как у нас решили Я решила сделать с Ньюпортом Я как раз... Ну вот, мне как раз было интересно Что ж теперь будет? Ну вот, то, что теперь и будет Так, он у нас вышел из списка Я подожду полтора часика И залезу в твой терминалец Что в твоих маленьких карманцах? Хорошо, что у меня было полтора штуки откупиться Письма Редактура книги «Идеальный человек» Мифили клон Уважаемый доктор Вайнберг С восторгом ознакомились с рукописью вашей новой книги Это шедевр, с которым должны познакомиться каждый умный человек Ваше утверждение, что идеальный человек Мертвый человек? Гениально Однако мы вынуждены отказать от ее публикации В связи с дефицитом бумаги Приношу свои глупочайшие извинения Редактор из... из... издевательства Издательство «Путь вождя» Пьер Кеттерпиллер Ах ты гусеничка Волк и Штейн 2.0 Фрагмент стенограммы записи рабочего по проекту Волк и Штейн Редгрейф Ты уверен в том, что это необходимо? Этого человека была семья Вайнберг Ты знаешь мою позицию Все на алтаре общего и высшего блага Пожертвовать одним человеком вполне приемлемо Особенно, если стоит вопрос о выживании вида Редгрейф Минучка, это я Редгрейф или мой отец Редгрейф? Наверное, я все-таки Выживание вида уже не является твоей целью Наверное, это мой отец все-таки Не обманывай себя, Исаак Ты хочешь пойти гораздо дальше Не вижу ничего плохого в развитии Это эволюция Пусть искусственная, ускоренная, рукотворная И природа слишком медлительная Часть всего успех приходит к видам Наиболее приспособлен к конкурентному ареалу Я же хочу, чтобы любой ареал перестраивался под новый вид Речь идет о личности Ты же рад, ты же свободу выбора Не так ли? Так вот, хочу напомнить Этот человек сам сделал выбор Так что все в рамках твоей пирамиды ценностей Калибр Да, это он с моим отцом разговаривал Это важная информация Так, это у нас Карл зомбированный и Вайнберг, собственно говоря А где... А, погодите Это и был... Это было 20-е письмо Да, 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 мы это как раз и прочитали Это было 20-е Блин, нам не хватает 21-го А 21-е находится в столе у девушки, которую мы не спасли Нет Нет Дайте мне еще одно Так, ну в столе я у тебя копался Ладно, покопаюсь еще раз Вряд ли я там что-то найду Да Тумба В тумбе я тоже копался И в столе с чертежами тоже копался, да Но больше делать нечего Я думаю, нам нужно подставлять Нашего друга Алька Вот этого вот Видите, Карл здесь уже работает Все его То есть этот стол тоже уже больше не доступен Почему я не украл вот это? Блин, это такая просто трагедия Хорошо Пойдемте на первый этаж Во-первых, у меня там лежит запрещенка А во-вторых Я все-таки хочу покопаться в тумбочке У тумбочки в ящике Блин, это прозвучало плохо, но ладно Да, мне по сути не хватает последнего просто документа И вот тут вопрос как раз в том Они все Ну то есть Можно ли получить доступ еще каким-то образом Или это уже все прям Это печаль Если это все, это прям печаль Так, лоток с лепешками Работа с терминалом Том 2 Биометрический сейф Лутбоксинг Получена ачивочка Открыть Все Собран информация 21 Собрано кодов 250 Страница из дневника Столько лет ушло на подготовку Столько сил потрачено Столько жертв принесено Через месяц первый тестовый запуск Возможность все изменится к лучшему Обретет Возможность все изменить к лучшему Обретет плоть через каких-то 30 дней Даже не верится, что так скоро Я наконец-то смогу увидеть сына Встретиться без опаски За его жизнь И жизни его семьи Но пока еще рано мечтать И праздновать победу Нужно многое проверить Главное, чтобы стабильность сигнала Не нарушала альфа-ритмы На 10 Да Проверить эту штуку Было очень хорошим решением Теперь А что за книжку-то я получил? Новый навык взлом терминалов родина Но у меня уже есть взлом терминалов родина Да? Есть Теперь Запрещенка Иностранные наручные часы Давайте иностранные деньги Просто сдадим его сейчас По статье За шпионаж И все Единственное просто Человек, который у нас остался Хорошо, хорошо Значит количество сейфов Больше Чем нужно Это радует Ну как бы Что если один случайно пропущенный сейф Не испортит тебе полностью все прохождение Я серьезно за это очень сильно переживал все это время Так, давай, дружище, валя отсюда Сейчас с тобой сначала поговорю Обо всем Про семью, о клонах Ну-ка Коллега Иди, давай, давай, иди Взламываем Все, мы можем его сдать Служба доверия Донести Долженство Так, во-первых Да, давайте донести должностному нарушению Хочу сдать нарушителя Назовите нарушителя Стивен Донки Донкинг Докинг, блин, Донкинг Есть предмет производства Вильверде Не патриотичный, нарушая директив государства Ваш рапорт принес Спасибо за бздительность Что сегодня с моей диксой? Ёлки-палки Почему-то выходит лучше, чем я хочу сказать Ну ладно Ну что, Донкинг Все Отлично Конкурентная среда Выполнена Причем в этот раз довольно Я бы не сказал бы Прям элегантно Ну неплохо, неплохо Я подставил только одного человека Погодите, а на прошлом этаже Один покончил с собой Вторую кинули в измельчитель А третьему я помог Здесь я никому не помог И одного подставил Ладно, пожалуй, по По интересу второй Ну, 12 этаж Ну, сейчас на 25, да? Получается, 12 этаж был самым Интересным Валим домой Запрещенки у нас с собой никакой нету Задание мы выполнили Надо сдать шефа Надо сдать шефа Сейчас пойдем домой Позвоним Каннингему Сдадим вот этого чебурека За то, что он хочет быть богом Ну и что-то мне начинает Очень сильно казаться Что это Последняя вообще серия Как-то вдруг все сложилось И Все коды собраны И на этаже нам больше делать нечего И на повышение мы сейчас пойдем Новый счет за что? Кстати, один Уплата электричества Подавись Ну что ж Звоним Или даже звоним Кстати, в архив Ничего Ничего Про Вайнберга давайте поговорим Это Редгрейв Нашел что-то на Вайнберга Сдать Просто сумасшедший Он планирует заменить всех людей этими чертовыми клонами Это могут принять за фантазию ученого Который слишком улег своими дичьми У тебя есть заказательства А то, что он по сути планирует государство переворот сойдет У меня есть целая Библия Написанная им от руки Где описан каждый его шаг Это другое дело Значит завтра утром я его арестую И мы берем еще одну фигуру с этой доски В среднем всего метро Все, есть Фух Телек идет нафиг Мне сейчас интересно, что с этой книжкой У меня же просто есть Я же уже учил Взлом пройти терминалы Что будет, если книжка повторная Да, видите Нового ничего не появилось Экзодус Южно-Борейский Взлом дисковых замков Ракета Цилиндровых замков Слонных замков Борщевик Родина Патриот Хорошо Книжка Может ее можно продать? Глупо, наверное Ну просто она не исчезла из инвентаря Прикиньте, если все дубликаты можно продавать Нет Нельзя Ну еще она теперь у меня Просто лежать Я могу и конечно выложить куда-то На работе Дело в другом Надо ли мне это? Ну что ж Канинге Готов Готов Отлично Пойдем арестуем этого ублюдка Что все это значит? Это значит, что мы вас арестовываем Бывший товарищ Вайнберг Вы? Это нонсенс Вы не можете меня арестовать Я ученый с мировым именем Я начальник этого этажа Я главный ученый В проекте клонирования Я сам вождь сюда направил Именно меня и Сусак Когда вы решили создать культ самого себя Вы перешли границу доверия Культ себя какая чушь Как же канун клонов? Разве вы не хотите стать богом? Откуда? Редгрейв Это ты Паршивый недоносок Растрепал всем про канун клонов Что ты наделал? Ты мог стать пророком Ты мог сохранить память о себе в веках Я ведь доверял тебе Ты обманул меня Я надоелить его Проведите этого гения И заткните ему Чтобы он не смог заболтать конвой Минус Еще один этаж зачищен Эван, ты хорош поработал в стране И вождь благодарят тебя Да, но не найдет Не приблизилась к разгадке смерти отца Чувак, ты собрал все сейфы Ошибаешься Ты в одном шаге от нее Что? Как? Я думаю, это после сегодняшнего успеха Великий Вождь пригласит тебя на аудиенцию Неа, ну что я ему скажу? Причем тут смерть отца? Всему свое время Когда получишь приглашение, свяжись со мной Я тебе все объясню Прошу Джеймс, я обязательно позвоню Это горе Еще раз поздравляю с отличной и проделанной работой Так, но наш батя ему не до конца доверял, если что Наш батя ему не до конца доверял 12 этаж 25 этаж Новая религия Религия, блин А у меня даже нету Ай, я могу Что не так Хорошо, давайте обыщем Я не знаю, у меня не скипалась эта штука Но поскольку я тут все равно работать не собираюсь Поэтому ладно Если поговорить о коллегах Ладно, я думаю, что тут новых реплик уже никаких не будет Мне должны позвонить или я должен позвонить? Служба доверия, приветствую Подать заявку на повышение Поздравляю, отлично работали в многой стране Мудрый вождь видит это И в рамках программы лечения нагрузки для отличных работников Вы будете повышены После повышения рабочее место станет недоступным Да 37-й Вершина мира Новая ачивка У вас есть доступ на 37-й этаж Рабочее место Пойдем, глянем Я просто неинтересно 37-й Там прям опять работать надо И кого-то подсиживать Позвоните Джеймсу Ну, Джеймсу я могу позвонить только из дома Да И на 37-й Я могу подняться О Это у нас Очень повышение позвонить Джеймсу А информацию о коллегах я могу еще сдать или нет? У меня кто-то остался? Постоянь забывает, кто я Ну да Коды к Хеймделю Все собраны? Все Собраны француз 21-го Коды 250-го Значит, новые искать уже не надо Ну, поехали Блин, это прям задание Позвонить Каннингему Я без этого Погодите, а если я приду на работу И не позвоню Каннингему Я же получу доступ на 37-й этаж, так? Хочу ли я доверять Каннингему? Черт О, а он сам идет звонить, блин Я ничего не могу сделать Я получил повышение на самом верх Черт возьмет, наконец-то Самые лучшие новости со времен Даже не могу вспомнить, когда у вас были такие хорошие новости Что теперь? Какой следующий шаг? Вы должны тебе разочаровать следующих шагов? У меня нет Мы ступаем на терра инкогнито Я понятия не имею, что он ждет на самом верхнем этаже Твой отец всегда умолкал, когда речь на заходила об этом И зашлите за грубость, Джеймс Но вы там совсем офигели? Я проделал, если тот путь наверх И вы не знаете, что там? Там ответ, Эван Уже в этом-то я уверен И на этот раз я пойду с тобой Твой уровень допуска позволяет проводить посетителей Ты теперь, считай, один из небожителей Спасибо, Джеймс Честно говоря, мне будет спокойно, если вы будете рядом Мы не встретим ни одного вопроса не отвеченным Хендель, смерть твоего отца Все несправедливости творимы именем вождя Мы найдем ответы на все На все И призовем к ответу всех Встретимся у Лифта, Эван Ну, то есть игра меня как бы за ручку ведет Именно вот в этом мне не дают выбора Хочу я доверять Каннингему или нет Или же это потому, что я до этого делал все так, как хотел Каннингем Я мог же на самом деле не брать его линию квестов Не сдавать начальников Мог просто идти на повышение через Через сотрудников и через работу Кстати, вполне вариант Я просто делал то и другое Я мог бы делать только одну Это интересно Ну, поехали Страшно, очень страшно Если бы мы знали, что это такое Мне прямым текстом говорят Иди к Иди к Каннингему Блин Ну, давайте пробовать, что ли Что, Эван, готов? Думаю, да, Джеймс Уверен? Может, у тебя есть еще дела, которые ты хотел бы закончить? В министерстве какие-то невыполненные обещания Да нет, я, я это, я все Что-то подсказывает мне, что после того, как мы войдем в лифт, пути назад не будет Спасибо, игра, что предупреждаешь меня об этом Что ж, все собрано Все сделано Все вроде как на месте Поэтому поднимаемся на самый верхний этаж Нет, у меня не закончено их дело Поднимаемся Все время получить ответы Отлично Вперед Что ж там Тут даже солнце видно В принципе, я что-то такое предполагал Только я предполагал, что их встретит расстрельный отряд Это Серьезно? Сейчас какой-то боссфайт будет Это ж, мне же не кажется, что это Хемниц, да Окей, честно, я этого не ожидал Это же дружбан, который нам помогал Был повешен на собрании На общем собрании Ну что ж, Хемниц Здравствуй, Эван Хемниц, какого черта? Почему? Как? Из твоих восклицаний сложно понять, что поражает тебя больше всего Трагическая гибель Каннингем Или мое чудесное воскрешение Рискуем предположить, что оба события для тебя одинаково шокирующие И там тебе время осмотреться Может, ты мне ответы дал бы лучше? Слушай Пароль неверный Пароль неверный Погодите А это разве не та самая машина? Хендель А тут я больше ничего не могу нажать Только есть вот эта машина И все Тут больше нет ничего Уверен Со многим Со многим ты сам разобрался Пока карабкался наверх Но думаю, что все же у тебя накопились очень много вопросов Накопилось Задавай Спешить нам некуда Я только прошу Не делай глупости В моем пистолете осталось предостаточно патронов, чтобы восемь раз уложить тебя рядом с Каннингемом Кто ты? Я Джордж Хемниц И сейчас, без ложной скромности, могу сказать, что я самый умный из ближнего круга Ближний круг Да, как мы называем ограниченный контингент людей, которые реально управляют страной Остальные посмеялись надо мной, считая, что моя возня на должности старшего менеджера в департаменте приема и обращения граждан это глупая блажь Даже слово придумать для этого Дауншифтинг Но только там, внизу, можно увидеть все уязвимости системы Только притворившись одним из простых смертных, можно было найти выход на другие структуры вроде отдела внутренних расследований Немного грязи с самого низа, всего 342 невнятных доноса, немного косвенных доказательств коррумпированности остальных членов ближнего круга Всего 14 размытых фотографий, если быть точными, и все Джеймс Олдис Каннингем заглотил наживку и начал копать А про... Тебя же казнили, я все видел, прилюдно повесили Ты не один это видел И в том была вся суть мероприятия Ничего сверхъестественного Пара взяток охранником, альпинистская страховочная система под пиджаком, пара карабинов и крюк, за который зацепили петлю Гораз сложнее было висеть, не двигаясь после этого шоу, 18 часов 43 минуты Зачем? Вот ты вроде умный парень, забрался на самый верх, а простых вещей не понимаешь Странно Затем, чтобы остальные думали, что меня уже нет Мои конкуренты по зубасте твоих, Эван Какие конкуренты? Фергюсон, Десальва, Вайнберг Пока я был мертв, они соперничали друг с другом, не переживая о том, что у них есть кто-то за спиной Начальники других этажей? Зачем нужно было привлекать меня к общению с ними? Как я уже сказал, мне нужно было, чтобы кто-то помог избавиться от конкурентов Давай прикинем, как ты справился Фергюсон, я теперь этот чванливый индюк будет копать котлованы под бассейны, которых уже никогда не искупается Ты отлично справился Что касается Десальва, вот тут же не нужно было давно поставить... Вот уж кого нужно было давно поставить к стенке, так этого психа Я, конечно, сам не сказочный фейн и считаю, что насилие должно быть оправданным и, ну, функциональным То, чем он занимался, ни в кое ворота не лезли, так что ты оказал всем услуг, поставив точку в его деле Ну и про Вайнберга Этот клоун совсем заигрался Идеальное общество ему подавает Ты правильно сделал, что не пошел у него на поводу, иначе нас ждало бы повсеместное засилье клонов Ну что ж Думаю, будет справедливо, если он послужит биоматериалом для создания так горячо любимых им клонов Что у нас в итоге? Ты идеально справился, молодец, мой план был разыгран как по нотам, а ты идеальный исполнитель Ближний круг ликвидирован, единственный, кто остался, это я, Эван Редгрейв, я вручу тебе почетную грамоту Они все были частью круга? Серьезно? Хорошо, ближний круг Я, Фергюсон Десальва, Вайнберг и твой отец Вот и весь ближний круг Я потихонечку убирал людей ближнего Я думал, что они все равно, то есть они какие-то крутые чуваки, но не настолько крутые То есть я здесь наверху ожидал увидеть кого-то, ну, нескольких людей Как же мудрый вошь, раз вы не управляете? Эван, ну ты что, совсем дурак? Это старый маразматик, никогда ничего не решал с самого начала Что? Я еще буду шанс пообщаться с ним сегодня, почему нет? Уж то, что аудиенцию ты заслужил Каннингем? Чем ты его убил? Ничего личного в этом не было Каннингем сыграл свою роль, а потому он стал его время убрать Стал время его убрать Отработанный материал Это что за роль? Думаю, он упоминал о том, что у него есть начальство Я и был его начальством, хотя он ни разу меня не видел, получается Получая все распоряжения по телефону Думаю, он даже не догадался, что первые косвенные улики на ближний круг тоже пришли к нему от меня Он использовал тебя, и я использовал его, чтобы твоими руками устранить моих конкурентов и получить доступ к проекту Хеймдаль Блин, многоходовочка А про вождя? Сказал, что мудрый вождь ничего не решает Да, да, у тебя есть только возможность увидеть мудрого вождя великого, справедливого вождя именно таким, какой он есть на самом деле Только не плачет, разочарование слишком громко Там в терминале кнопка, пароль Organic Vegetable Ха-ха, органический овощ Ты оценишь юмор название, когда увидишь Я уже оценил, спасибо Я, я уже оценил Organic Vegetable, блин А пароль ко всему На вождя можно посмотреть Мудрый вождь Мне сейчас момент из Деуса напоминает С французскими этими Ну, кто смотрел, тот смотрел Здравствуйте Здравствуйте, Калеб, это вы? Не, ну вы очень похожи на Калеба Это мой отец Я, у меня столько вопросов, я даже не знаю, с чего начать Мне же жаль огорчать вас, юноша, но я не так много знаю У меня будет одна просьба, но я озвучу ее позже А пока спрашивайте, если смогу, отвечу Про ближний круг Знаете о ближнем круге, вообще вкусно, что происходит в министерстве? Я понятия не имею, о чем Эти люди не сильно-то спрашивают мое мнение, да из чего будем это делать Вы же мудрый вождь И что с того мудрый вождь, это лишь образ Вы же отец, наций, лидер великого государства Совесть, ум, честь, наша эпоха Фух, хочу рассказать тебе историю Это трудно поверить, но когда-то очень-очень-очень давно я был подростком В то время были невероятно популярны книги жанра фэнтези Эдакие сказки для взрослых Вы читали что-то подобное? Эти книги у нас запрещены Говорят, что нужно устроить реальную жизнь и не пребывать в фантазиях А вот в пору моего отрочества и юности у нас этих книг было море И самое сложное было выбрать из того моря хорошую историю Так вот, один мой приятель подсказал мне один простейший способ, как определить плохую Нужно прочитать аннотацию Если в ней больше трех слов в середине предложения начинаются с больших букв Книга, скорее всего, дрянь До сих пор работает почти на 100% Это очень интересное определение Надо будет как-то рискнуть, попробовать Если теперь ты понимаешь, почему при словах мудрый, вождь, совесть, ум и так далее У меня немного подташнивает Ну почему он бездействует, я в принципе тоже понимаю Про здоровье Давайте вот эти Что это? Почему вы лежите тут? Что это за органы в колбах? Органы? Это его органы, если чё Мне больше 100 лет Мне всё время пересаживать какие-то органы, которые отказывают Постоянно подключают к аппаратам жизнеобеспечения Самое ужасное, что мне никто не думает спрашивать, чего я хочу Когда я не нужен, они погружают меня в медикаментозную кому Когда я нужен В основном, чтобы записать очередной пропагандический ролик Они меня поднимают из мёртвых Не понимаю, зачем? Не проще пользоваться, использовать двойников? Двойники были Но каждый из них хотел чего-то Кто денег, кто женщин, кто просто выпить После пары накладок они просто вернулись к тому, что уже давно смирились со своей судьбой Я не строю иллюзии Меня можно легко заменить Просто им лень этим заниматься Почему вы бездействуете? Ну глупый вопрос, ладно Просто лежите здесь, пока вокруг творят непотребство Вашим именем Что я могу сделать? Я уже давно просто уставший старик Который не может отойти даже на сто шагов от этих приборов Рассказать, как я превратился в мудрого вождя Я был молодым актёром в театре, когда началась та революция Чаще всего мне доставались какие-то мелкие роли Одно из самых унизительных было играть труп три часа к ряду Иронично, правда? Да, согласен Так вот, революционеры вломились в театр во время пьесы И перестреляли всю группу за поклонение буржуазным ценностям Не тронули только меня, потому что я и так изображал усопшего Ясно Спустя неделю я столкнулся с ними на улице Они сначала опешили, увидев меня живым, видимо, запомнили лицо Но кто-то крикнул Это чудо! И не успел я помниться, как меня водрузили на какой-то постамент И поставили произносить речь То ли от страха, то ли от облегчения Но вот тут меня и понесло Оказалось, я мастер говорить зажигательные речи За каких-то две недели мое лицо стало лицом революции А дальше, как можешь сам догадаться, это стало моей работой Вдохновляющей и убительной говорить со сцены не свои слова Я был никем, не остался никем Просто эхо Зато теперь мне уже не нужно притворяться, что я мертв Как видишь, я похож на мертвеца больше, чем покойник похож на труп Так, а чё за просьба-то? Я понимаю, что просить об этом чужого человека это слишком, но другого шанса может не предоставиться Я так устал, мне настолько тошно от себя столько лет прошло, что... Я всё тот же бездушный говорящий автомат Я хочу, чтобы ты убил меня Я так и думал, что он это скажет Что? Убей, прошу, прекрати эту бессмысленную огонь Ведь сколько людей лишили органов Да, не лишились, лишили скольких людей Чтобы поддерживать мою жизнь У тебя всего лишь скрипучие проигрыватели одной и той же пластинки Приборы не отключить, у них много дублирующих систем Просто возьми подушку Убей, сделай доброе дело, прекрати мучения Согласиться Хорошо, помогу Простите Не за что просить прощения Ачивка прилетела Подушка судьбы Да не дрогнет твоя рука Будь уверен, ты делаешь доброе дело Мы душем великого вождя Как нам этот хемнис это позволяет делать, я не знаю На спаму пристрелить сейчас просто Мы еще можем что-то делать Я могу обратно засунуть Нет, доступа Мудрый вождь Типа, чё ты наделал? На чём мы остановились? А про Хеймдаль? Что с этим проектом? Для чего он? Чтобы контролировать людей Башни ретросляторов установлены по всему государству Всего 2841 А связаны в единую сеть Если правильно настроить длину волны и запустить сигнал Можно внушить людям что угодно Более того, можно сформировать сложную структуру Внушая разным людям разное Обычным гражданам подчиняться и не роптать Военным воевать, рабочим работать И при этом каждому быть счастливым Или заставить всех добровольно пойти в ближайший центр Эвтаназии И освободить место под солнцем Так или иначе, каждый человек станет Звеном одной цепи Частью системы, которая сама себя поддерживает Все видит и слышит И это и есть Хеймдаль Братца Дес был в этом замешан Голодец работал над Хеймдалем Но не сам, конечно Он был талантливым администратор Политик, но не ученый Он достиг настоящего прорыва в этом деле Его команда научилась полностью блокировать излучение для отдельных рецепиентов Без этого в проекте не было бы смысла Вся властная верхушка тоже оказалась бы под воздействием Излучения, наверное, да? Мне, например, не особо хотелось бы становиться Сленявым идиотом, исполняющим приказы того, кто стоит у пульта управления Короче говоря, Хеймдаль такой же ребенок Калибар Эдгрего, как и ты А учитывая, что вы с отцом почти не общались Я бы не смог однозначно ответить, кого он любил больше Про смерть Ну да, его ж убили Как он погиб Не стану скрывать, что Калибр мешал нам всем То, что он разрабатывал, могло не просто покачнуть чашу весов в борьбе за власть Хеймдаль Способен попросту разнести все эти весы в пыль И мнения по этому поводу были разные Кто-то не верил, что такой проект удастся завершить Кто-то хотел дождаться, пока не закончится разработка Чтобы забрать, а кто-то текущий расклад сил вполне устраивал На первое испытание произошло самое смелое наше ожидание Успех был стопроцентный Но у твоего отца этот сюрприз Внезапно выросла совесть И вы убили его Кто убийца? Это был ты? Кажется, что он просто пытался защитить тебя Каждый из нас легко пошел бы на угрозу Семье другого Ты мне, конечно, не поверишь Да из чего бы, но твой отец сам выпрыгнул из окна В принципе, верю Ты прав Я не верю ни одному твоему слову А тебе и не надо верить Ты можешь посмотреть видео с камер наблюдения Сам в терминале пароль ИКАР ИКАР тоже очень Да, звучное название Человек, который хотел летать Но обжегся Ну, крылья растопились Ты молодец, Рейграф Настоящий прорыв Я не дам Хэндель В руки таких проходимцев, как вы Чтобы вы испоганили все еще больше Черт Аз-2 Ты затащил сына Да, ты защитил сына Мы это понимаем и уважаем Но тебя защитить не успел Как думаешь, сколько ты выдержишь на моем столе? Не бойтесь прыгать с утеса Пока летите вниз, отращивайте крылья Что? Исаак, ты понимаешь, что несет этот тип? Да, он сам прыгнул Ну и все уже пришло к тому моменту, который мы уже видели Сам в начале игры Это было похоже, что его выбросили Но да, он прыгнул сам Я это уже просто... Я даже назад нажал Ай, блин, ладно, посмотрим еще раз Я просто подумал, что вождь второй раз не нажимается Значит, и это второй раз не нажмется Ладно Я просто хочу еще раз вождя тыкнуть Он точно не уедет обратно? Да, вождь обратно не уезжает, хорошо Фух, вождя убили, с батей разобрались Я понимаю, что он полностью контролирует ситуацию Мне интересно, есть ли у меня какой-то козырь в рукаве Причем тут я? Черт, понятно, причем тут я? Черт возьми Под угрозой смерти сына Калиб точно сделал бы И отдал бы доступ первому, кто доберется до тебя А потому он поступил хитро Настроил Хемдель на твою биометрию На твою ДНК и жизненные показатели А себя убил Так что ты являешься единственным человеком в мире Способным запустить программу Но с чем он распихал по всем министерству эти ящики с кодами запуска Которые, опять же, открыть можешь только ты Я не совсем понимаю В общем, ты должен быть жив, здоров и спокоен То есть не испытывать боли или стресса Чтобы Хемдель был запущен Поэтому тебя не приволокли в этот кабинет сразу же Именно поэтому каждый из начальников на этаже Пытался, скажем так, вовлечь тебя в орбиту своих интересов Письмо Ты написал письмо? Так, я его немного отредактировал Он был гораздо объемнее Калиб во всех подробностях описал ближние круги проект Хемдель Свои планы Но фраза «Не доверяй никому» принадлежит ему Нужно было послушать отца его Я должен был догадаться Ну, ты прав, я еще подумал-то Неужели у этого парня не возникает вопросов? Ну, вроде такого Какой черт папаша пишет загадками И они рассказывают в письме все прямо как есть? Кстати, ты умеешь хранить секреты, Эван? Ты не рассказывал Каннингему про меня? Не то, что это играло хоть какую-то роль в нашей истории Но мне приятно, что ты выполнил мою просьбу Заканчивая ностальгическую часть, давай уже к делу Так, ну ладно, что ты хочешь? Кажется, из этих начальников что ты хотел А чего хочешь ты? А я? А ты сам как думаешь? Что-то мне подскажет, что человек, которого созрел такой план по устранению конкурентов Не хочет просто наслаждаться властью Ну что ж, карта на стол, да? Выкладывай Я тут много лет сижу В этой вашей грязной луже, которую вы почему-то называете великим государством Что может быть великого в этой куче дерьма? Вы как личинки мух хопошитесь в отбросах и думаете, что лучше ничего нет Зачем вам свобода, если вы не умеете ей пользоваться? Вы сами подарили ее кучке проходимца много лет назад Ну ладно, вы все отравляли жизнь только себе У вас же все построено на том, что виноват кто-то другой Все от экономики до демографии завязано на войне с соседями На совести которых, оказывается, лежит ваше неумение взять что-то и что-то сделать Вот эта вся речь, это сейчас очень-очень-очень огромный такой булыжник Огород, в огород кое-какой страны, я думаю, вы догадываетесь какой Ну боже, так ты крот? Борец? За эти годы я уже забыл, кто я, но я не забыл, что я хочу закончить эту чертову войну, которая уносит столько жизней Я тоже не против закончить войну Я здесь именно поэтому, Эван Я хочу использовать Хемдель просто, чтобы прекратить мясорубку И чтобы и вы, и мы могли спокойно строить собственное счастье И что же, Эван, пора сделать то, от чего ты потратил столько времени и сил Пробился наверх Сейчас ты запустишь Хемдель и передашь контроль над ним мне Очень гладко стелет Так-то выходит, у нас с ним одинаковые цели Не вздумай выкинуть какую-то штуку Револьвер все еще у меня Я проживу без Хемделя, а ты без головы Нет Прикиньте, щит сработал О, силовой купол Отец предусмотрел и это Теперь я действительно смогу сам сделать выбор А он у меня есть? У меня тут одна опция Но, видимо, я так играл, что у меня сейчас всего лишь одна опция Добро пожаловать в меню управления системой Хемдель Поздравляю с получением права администратора Эван Редгрид Вам доступно 250 кодов для изменения протокола Максимум 250 Ага, выберите нужный протокол Изолировать Хемдель Ноль Добавить нового администратора Не хочу Год мод Не бойтесь прыгать с утеса Пока летите вниз, выращивайте крылья Изолировать Закрытие доступа к системе для любых изменений в зне возможно только при полном удалении биометрических данных Данный протокол помимо форматированных отключений дополнительных... Блин, погодите, это... Это был один из выборов? Дополнительных фаерболов предполагает физическое устранение последнего активного администратора уничтожения всех ДНК цепочек Вернуться к выбору Судя по медицинским данным, процедура быстрая, но весьма болезненная Вы, наверное, хотите продолжить вернуться, вернуться, вернуться Так, хорошо, давайте подумаем Подключить независимые контуры Это я пока что не знаю, что такое Изолировать Хэмдель Я так понимаю, что убить себя И чтобы никто никогда Хэмделем вообще не воспользовался Добавить нового администратора Это впустить Хэмница Счастье для всех, даром Год мод И не бойтесь прыгать Я выберу последнее, потому что это была фраза отца Это была фраза отца, значит Она не просто так Содержание протокола скрыто предыдущим администратором Инициировать? Да Запуск протокола Up to you Все от тебя зависит Новая ачивка Воспроизвожу предустановленную фразу Ты сделал правильный выбор, сын Я горжусь тобой И очень сильно люблю Загрузка протокола завершена Пульсирующий низкий гул Наполнил город Заполняя все пространство Ввинчиваясь в разум каждого жителя Подчиняя своей механической воле абсолютно всех Не делая разницы между мужчинами или женщинами Взрослыми или детьми Богатыми или бедными Спустя всего несколько минут Все население покорилось Власти Хеймдаля Отныне люди думали, чувствовали, желали И делали лишь то, что от них требовалось Нельзя счастливить человека Против его желания Но что если насильно Подарить ему свободу воли? Что если внушить ему Единственную мысль? Отныне ты сам Принимаешь решение И сам несешь ответственность За свои поступки Это круто Может ли это принести мир? Жители Хельмера стали первыми Кто обрел настоящую самостоятельность И пусть жизнь их была совсем не радужной Пусть выбор их зачастую был далек от идеала А последствия его были болезненными Но это был их собственный выбор Их собственное счастье Их собственное милосердие Министры все до одного были казнены Монструозный и бесполезный чиновничий аппарат Постепенно был упразднен А здание министерства превратилось в музей Посвященный бессмысленной жестокости Отлично А он стал полноценным членом нового общества Когда его спрашивали о том Что произошло в последние дни великого государства Он лишь улыбался И скромно молчал Ему вовсе не хотелось Вспоминать о времени Проведенном в недрах министерства О тех кошмарах, свидетелем и участником которых он стал С головой погрузившись в настоящую работу Эван наконец воссоединился с семьей До самого конца жизни Он старался стереть из памяти Лица начальников и коллег Страстно желая перестать каждую ночь слышать Далекие военные марши И рев тысячи глоток Скандирующие Слава мудрому вождю Просто обалденно Я очень рад То есть первая игра К сожалению не оставляла выбора То есть там чтобы спасти семью Да, там были еще другие вещи Которые там помогать террористам Не помогать террористам Хорошим работникам Вообще в первой части было много выборов Но там все сходилось на том Что если ты хочешь чтобы твоя семья выжила Тебе нужна куча денег А эту кучу денег честно не заработаешь Здесь же хорошо что нас лишили Грубо говоря семьи Семья была где-то далеко Где-то абстрактно И было гораздо больше свободы действия Можно было совершать хорошие поступки Плохие поступки Было много путей как пойти Я знаю что некоторые квесты запорол К сожалению Но игрушка мне понравилась Офигенски просто И я ее буду чуть позже еще переигрывать Пытаясь выудить какие-то другие квесты Уже для себя Пока что ребят пишите Что вы думаете Какую бы концовку вы выбрали Я еще сейчас думаю о том Если бы я пошел наверх И мне не хватило бы кодов Хемделя То есть я не смог бы его запустить Чувак меня наверное просто пристрелил бы Бесполезного и все Но мы смогли выбирать то Что нужно было выбирать И я считаю что я выбрал правильную концовку Как бы когда-нибудь интересно будет Гляну что-то можно сделать еще Но пока что я в полнейшем в восторге И от игры От того как она нами крутила И туда и сюда Давая разные эмоции От восторга до ужаса Очень рекомендую эту игру Поиграть вам ребятки Потому что у нее Репроходибельность очень большая Несмотря на то что финалов несколько И в самой игре можно творить кучу всякого Пишите что вы думаете Играли вы со мной Играли вы где-то отдельно Только планируете Или вы просто смотрели прохождение Давайте ребят делитесь своими мнениями Я с удовольствием почитаю Это будет очень интересно А пока что этот проект завершен И получается что встретимся мы уже в другом проекте В других игрушках Спасибо что были с нами Всем удачи Добра Всем молодышек И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!